Команда Игоря Аверкина начала подготовку к новому сезону высшей хоккейной лиги еще в начале июля. В прошлом саровские хоккеисты показали себя достойно, но в этом году из состава команды ушло пять игроков. И новичкам придется не только поднимать свое мастерство, но и сыгрываться на льду. Первый товарищеский матч игроки хоккейного клуба «Саров» проведут уже 3 августа в городе Сасово. Шанс каждому показать, что он наработал за сборы, как он готовился, как относился к работе. Каждая игра в сезоне, выкладываться, тем более команда обновилась, много игроков новых появилось. Выходить на каждый матч, играть. В этом году Федерации хоккея России приняли ряд важных решений, связанных с чемпионатом. Одно из них – смена наименования чемпионата высшей хоккейной лиги – принято в рамках международного сотрудничества. В новом сезоне соревнования будут называться «ВХЛ Кубок Шелкового пути». В нем примут участие 29 клубов. В состав участников вошли новые команды из Тольятти, Ханты-Мансийска, Тамбова и Пекина. При этом Лигу «ВХЛ» покинут команды из Нижнего Тагила и Китайской Народной Республики. Все изменения, наверное, полезны. Следует на расширение. Значит, как правило, больше рабочих мест для ребят. Больше ребят будет задействованы. Я думаю, что это пойдет только на пользу хоккею. Плюс к тому, что расширяются в Китай. Где тоже поднимают уровень свой китайцы, которые хотят, чтобы их ребята тоже играли. Они подключают своих хоккеистов. Новый хоккейный сезон «Саровский клуб» начнет на выезде. А первую домашнюю игру наша дружина проведет в Ледовом дворце 16 сентября против питерского «Динамо». Предстоящий сезон обещает быть захватывающим. Нашим спортсменам придется нелегко, поэтому в этом году им как никогда нужна поддержка болельщиков. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Сергей Саров, 24.